Дмитрий Джангиров. Поскольку, видимо, планы были серьезные, потому что и представители-то были, собственно говоря, серьезные. Ну, во-первых, был министр энергетики Украины Алексей Оржель, руководитель «Нафтогаза» и оператор газотранспортной системы Украины, а с российской стороны был министр энергетики России Новак и глава правления, извините, «Газпрома» Алексей Миллер. Значит, разговор-то был серьезный наверняка. Ну, смотрите, встреча действительно серьезная. И, так сказать, судя по участникам, она уже не имитационная, потому что большая часть, допустим, встреч в трехстороннем формате, это была имитационная. И очень важно, что встретились один на один. Оказывается, можно встречаться на высоком достаточно уровне без посредников беседовать. Я все-таки в этом вижу приближение встречи в нормандском формате и определенные пожелания и Парижа, и Берлина о том, чтобы были достигнуты какие-то и по газу договоренности, которые рассматриваются и Берлином, и Парижем, как элемент снижения напряженности в украино-российских отношениях. А, соответственно, снижение напряженности открывает какие-то новые возможности для какого-то урегулирования на Донбассе. То есть, ну, вот тот случай, когда это, значит, как бы, это как бы непрямое решение конфликта, который есть, но, тем не менее, каких-то его серьезных элементов, осложняющих решение самого конфликта. На самом деле, на самом деле, я должен сказать, что как раз вот переломы произошли в тренде в последние дни после, не только разговор, как раз разговор Путина и Зеленского, это следствие перелома в тренде. Вы имеете в виду телефонный разговор? Телефонный разговор, кстати, я обращал внимание, что, хотя в обоих релизах сказано об одном и том же, ну, те же, но абсолютно по-разному заострено. В украинском релизе главное это было тема возврата кораблей, а теперь, значит, так сказать, чтобы вернуть все, что на них было, а также была затронута там газовая тема, то в российском релизе была затронута тема кораблей, и главная тема это газовая, вот так, ну, если читать. Релизы при этом в российском релизе четко написано, что это в рамках подготовки к нормандскому формату, в украинском релизе, ну, это официальный с сайтов президента обоих, так сказать, так что, ну, есть нюансы. Что приезжали, вот, министр, министр иностранных дел встречался, был целый ряд встреч у Зеленского, и все вот это, как бы, если мы отследим по тем же заявлениям наших, так сказать, главных энергетиков, ведь еще несколько дней назад Оржель грозился подать апелляцию в это датское, я не правил, ну, агентство, регулятор, который дал разрешение. Срок апелляции до 27-го числа был. Апелляция не останавливающая... Но, тем не менее, ну, ты уже, так сказать, он на пресс-конференции. Витренко, как мы помним, заявил, что газ, который будет поступать без контракта, означали, что он будет вообще в хранилище, так сказать. А потом уже начал говорить, что возможен транзит оказывает. Значит, то есть были какие-то, вот, произошли по заявлениям, можно судить о том, что какие-то вот последние даже дни прошли изменения. И главное, что под этот весь шумок, ну, мы же действительно, вот, когда много политических событий, значит, где-то что-то, кто-то по-тихому тырит. А вот появилась в связи с анбандлингом балансовая оценка украинской трубы. Официально. Вы видели эту цифру? Нет. 3,2 миллиарда. Только не долларов, а гривен. 120 миллионов долларов. Вся наша труба. Да. Ну, это балансовая оценка. Но после такой балансовой оценки, за сколько вы ее можете продать? Ну, на два, на три. Я понимаю, никто не говорит, что это надо за... Подождите, если вы помните, в последние годы были оценки, украинская в районе 14 миллиардов, это буквально год за... Западная была оценка 12,5 миллиардов долларов. Долларов. Так я же говорю, в 100 раз по сравнению с западной оценкой. А что-то случилось такое? Ну, я же говорю, что... Много политиков. А что, мы не знаем, как проходят схемы рейдерские? Ну, видимо, есть уже покупатель. Видимо, есть те, кто... Концессионеры западные есть. Но ведь ситуация пока выглядит так, что... Ой-ой, не будет транзита, надо быстро сделать анбандлинг. И что? На оператора зайдет кто? Ну, какие-то... Ну, возникают смутные сомнения. Тем более, у нас на западного оператора официальный советник, это Ротшертон Клю. И он нам подобрал скам, и я забыл... Ну, короче, Словацкую... Сейчас я скажу. Да, Словацкую и итальянскую есть компании, которые могут этим заниматься. Хотя они могут и переключиться. Короче, сейчас по схеме как раз Словацкой, то, что вот Миклаш делал у себя... Он же сейчас здесь был угрой с моносоветником, вот Иван Мик... Да-да. Вот по этой схеме, ну, готовилась... Сейчас изменилась немножко схема. Но некий вариант передачи трубы западным нашим партнерам, хотя как-то странно их называть партнерами. Знаете, это есть такая анекдотность, когда эта проститутка заходит в бар, говорит, дает 100 долларов бармену, а тут, ну, там, за виски. Он так смотрит, говорит, это фальшивый. Так что, говорит, получается, что меня изнасиловали? Так вот тут где-то вот с трубой такая вот история. Потому что ни 120, ни 240, ни 360... Когда-то очень зло сказал покойный Черномырдин, что... Это даже шутили, что это формула Черномырдина, что без газа труба стоит стоимость металла минус стоимость порезки, минус стоимость вывоза. То есть, ну, вот где-то в такую стоимость ее и оценили, получается. С другой стороны, я хочу, важно, сделать здесь какой вопрос. Под что эти ребята... Ну, вот в условиях, почему... Есть же это, есть стратагема китайская, граб при пожаре. Вот в этой всей суете легко что-то это... Так вот сейчас вот эти цепноты с газом, ну, куча всяких таких тревожных сообщений, все нервничают, все бегают, ну, такой пожар, блин. Ну, вот тут кто-то чего-то... Спокойно что-то понес. Да, кто-то что-то... Трубу такую большую. Да, да, да. Тихо. Да, тихо пронесли трубу. Ну, я еще говорю, сто двадцать, сто двадцать... С другой стороны, а в чем дело? А в чем дело? Сейчас я вам объясню. С другой стороны, их логика... А если нет транзита, и актив не генерит денежный поток и прибыль, ну, он действительно непонятно, что тогда он стоит. Так а что транзита нет? Транзит-то есть? Вот в этом... Ну, транзит неизбежно есть и будет. И не пятнадцать миллиардов. Ну, так сказать, а... Ну, намного больше. То есть, вот все расчеты, которые есть, я же говорю, что... Ну, пока уж точно. Что там будет к рецатому году, мы не знаем. Но я вам хочу сказать. Я еще раз повторю. Гранигин остановился. Датское месторождение, я забыл, как... Они на несколько лет его приостановили, кстати, что ускорило их принятие решений. Потому что у самих датчан со следующего года или русский, или норвежский газ надо брать. Кстати, у Дании есть маленький контракт, по-моему, где-то в районе миллиарда кубов, что-то такое. С Россией? Да, с Газпромом. Так сказать, везде газы... Потому что спасибо знаменитым британским ученым, да, Которые сказали, что добыча газа связана с землетрясениями. Гранигин останавливают в связи с решением парламента, обоснованно, Тем в связи с вероятностью того, что это связано с риском землетрясения. Какие молодцы английские ученые. Так сказать, полезные идиоты. Ну, так же, как зеленые полезные идиоты Газпрома. Вся Европа, послушайте, вся Европа – это полезные идиоты Газпрома. На американцев только, в общем-то, вот из последнего, так сказать, Американцы только добились, ну, вот опять же, я извиняюсь, Я орган, не могу правильно его назвать, но это орган, который регулятор Международный морских перевозок, который с 20-го года, Опять же, вот опять, извиняюсь, я не уверен, что с 1 января, Но это с 20-го года, вводится очень большое ограничение на выброс серы. А при таком ограничении выброса серы морскими судами, гражданскими, Только, фактически, только сжиженный газ может использоваться. Нет, ну, в Новотеке тоже аплодируют, и в этом, И Газпром же тоже сейчас сжиженный, нажиженный. То есть, ну, и по ту сторону океана аплодисменты тоже есть. Ну, хоть что-то полезное сделали. Все остальное, так сказать, из таких серьезных решений, Все под, получается, все выгодно Газпрому. Но с сжиженным газом тоже, и куда, это решение логичное, Вот то, что, потому что, на самом деле, как ни странно, Наметилось перепроизводство газа сжиженного. В Австралии, фактически, лопнули, в Австралии, Они этих заводов понастроили, но оказалось слишком много. И, кстати, русские тоже, они в бюджет, Они же с Новотеком, как бы, была договоренность, Что та инфраструктура, которая остается за государством, Государство вкладывается. Практически почти ничего, что было обещано Новотеку, В бюджетный трехлетний план не вложено. Вот по арктическому пути, где должны были быть терминалы, заводы, Почти ничего не... Небольшая сумма, и только на 22-й год. То есть, предварительный план выхода на определенные мощности на 24-й год, Скорее всего, почти точно выполнено не будет, Потому что не нужно столько сжиженного газа. Ну, во-первых, есть и Штаты, Есть Катар, которого самый дешевый сжиженный газ, И он готов работать по ценам, которые для других демпинговые, А для Катара еще генерируют какое-то... Прибыль. Прибыль, поэтому с сжиженным газом свои вопросы. Но это уже отдельная история. А у нас все-таки газ, он вот... Как это, газ природный, хотя и не наш. Хотя и не из нашей природы, Из сибирской он природы, в общем-то. Кстати, тоже с сжиженным газом, Это, так сказать, интереснейшая история. Вот я много раз рассказывал, Насколько это глобальный космополитичный рынок. Сейчас Польша должна получить по контракту Большую партию американского сжиженного газа. Танкер уже вышел, поплыл в Америку. Танкер называется Маршал Василевский. Он зайдет в Штаты, загрузится где-то, Ну, как я понимаю, в Луизиане. Загрузится, придет, вторгнется в Польшу И, значит, перегрузит этот газ. Но это тот случай, когда реально поставка, Прямая, реально американского газа. Потому что в большинстве случаев Не только это в честь советского... Поляки свои танкеры называют. Да, не поляки, да. Не поляки. Ну, понятно, да. То есть, вот этот бизнес, собственно говоря. Так вот, возвращаясь к газу, Ну, о чем? Что, в принципе, газ Европе нужен будет. В ближайшее время, это же Европейское энергетическое агентство Говорит о том, что будет рост потребности газа. Это же не какие-то агенты Кремля. То есть, поэтому транзит, по идее, Должен сохраниться. Но я боюсь, что, как всегда, Украину с помощью наших украинцев кинут. И в этом плане я вот поднимал вопрос о том, Можно ли считать кобалевое ветренко Некомпетентным или сверхкомпетентным. Но если они работают на чужих дядей, Они сверхкомпетентные. Ну, труба уже 120 миллионов. Балансовая стоимость. Любой рядовой украинский олигарх Может позволить себе купить вместо яхты Украинскую газовую трубу? Вы абсолютно правы. Ну, практически любой. Любой. Причем даже некоторые региональные. Местные. Местные, да. Местные. Да. А вообще, они могут создать консорциум, Вот где труба проходит. Каждый себе. Местные аграрные, агрохолдинги Могут купить эту трубу по земле, Которая, так сказать, Еще себе к теплицам отводы сделать. Дмитрий, вообще-то ужасно, я вам хочу сказать. Как-то звучит, если честно. Было бы очень смешно, Если было не про нас вообще, на самом деле. Ну, хорошо, давайте это. Давайте не про нас. Вот у нас, наш закон, Во многом по земле, Он, так сказать, Напоминает мадагаскарский закон. И коррупция у нас, Ну, где-то там, Такого же уровня. Мадагаскар это страна, Где считается практически 100% земли Принадлежит иностранцам. Просто там и пахотной, И такой земли, У нас этот закон касается. То есть, на самом деле, Как, все уже было, Понимаете, у нас есть некое представление, Оно корнями в подсознании, На самом деле, такое у нас есть, Российское, Ну, мы же там, типа, Европейцы, мы белые, С нами такого произойти не сможет, То, что с африканцами, С латиносами, Или там с кем-то. Да может. Ну, на них потренировались, На тех, так сказать. Причем, я понимаю, Эти же мадагаскарцы, Они же не африканцы, А там население индийцы, Ну, индийское население. Исторически так. Да нет. Схема одна и та же. Главное, найти свою прослойку компрадоров. Вот и все. Кого угодно можно, Так сказать, разорить по этой, По таким схемам. Ну, если вы помните, С Юлией Владимировной спорили, Юлия Владимировна говорила, Что там 300-400 миллиардов, Ну, 20 миллиардов, Может, 20. Разные. Да нет, вообще, Те споры забыты, 120 миллионов. Миллионов. Была все время при Януковиче оценка сделана, Когда тоже хотели как-то корпоративизировать, Но 9,9 было миллиардов долларов, Это я вот помню. Что бьет с точки зрения определенной, И там, сказать, Периодов разной стоимости газа, Ну, вот те 9,9, 12, допустим, Это в пределах одной суммы, Надо смотреть, Какая тогда прибыль была, Какая стоимость транзита, Ну, вы понимаете. Да, конечно. Оно может соответствовать. Ну, может быть, О чем-то, Может быть, давайте, Давайте, Послушайте, Давайте про чужих коров. Они же тоже везде, Да? У соседей тоже коровы дохнут. Дохнут? Ну, давайте, У кого первого сдохло-то? Порадуемся, наконец. Самая большая радость у меня За Северную Македонию. У них там нормальный такой, Две коровы сдохло. Да, да, да. То есть, Как это? Ребята это, Уже фамилию, Девушка уже фамилию сменила, А ее все равно замуж не взяли. Причем в гарем были. Ее все равно не взяли. Это, При том, что там же через колено Референдум не дал одобрения. Через колено Северная Македония, Вступаем в ЕС, Приходит Миттеран, Говорит, О, Господи, Макрон, И говорит, Не надо нам, Говорит, И сломал всем игру. Сейчас там выборы досрочные, Ну, наверное, Там все равно останется Та же правящая коалиция, Но это вообще такая дискредитация Всей, Как бы, Ну, Как какой-то вот Европейская, Ну, я не знаю, Это солидарность Или слово белого европейского человека Для европейцев. Ведь восточные европейцы тоже, Но они понимают, Нам могут Что-то не так Проинтерпретировать, Вот так кинуть, При том, Что опять же, Ну, то есть, Никто же не удивился, Что албанцев кинули так же. Ну, им же тоже все пообещали И кинули. Нет, ну, албанцы же, Господи, Что там албанцы-то. А как же вы могли этих, Гордых македонцев, Так сказать, Они что, В честь Сашки Македонского Зря-то, Зря-то назвались, Блин. Причем они там На примирение с Балканом, Чего? Им сказали, А вы у себя свой, На Балканах свой шенген создавайте. Ну, ребята. А почему так случилось, Дмитрий? Ведь это же не просто так, Вот раз и вдруг. Не случайно Макрон вот так сразу Решил Россию полюбить. Это же, Он же не... Это вторично, Любовь, Это у него вторично. Вот. Это есть, Смотрите, Идет серьезный разлом Вообще элит. Вот мы, С одной стороны, Часто говорим, Что вот там Американская борьба внутренняя, Это раскол, Глубо говоря, Более таких промышленных, Индустриальных элит. И они же более национальные. И более финансовых, Они же более транснациональные, Более космополитические. Но и внутри либеральных элит Есть тоже свой раскол. Есть европейский проект, Такой либеральный. Есть американский проект, Либеральный. А на всех их, Так сказать, И всех их поддавливает китайский, Ни разу не либеральный. Ни разу не либеральный проект. Надо сказать, Что в своей знаменитой речи, Которой все, Я же говорю, Все обратили внимание на ту часть, Перед послами в августе. Обратили внимание на то, Что он там говорит про Россию. Там намного более важные вещи. Он сказал про средний класс. Очень интересно, Что он себя не ощущает, Связанным с демократией. Ведь действительно, Ведь западный средний класс, Он идеологически Он сформировался Как средний класс В системе С постоянным ростом экономическим. Ну, там есть кризисы, Но рост есть. Наступила ситуация, Когда никто среднему классу Рост гарантировать не может. Они это понимают, И естественно, У них начинается поиск Каких-то других форм. А ведь для Европы Средний класс это основа. Так об этом и сказал Фактически, Ну, Я скажу другими словами, Отчуждение среднего класса От государства Это катастрофа. Это не абстракт, Как раз говорят, Народ государства, Ну, вот в славянских странах. Нет, там очень В рамках либерального Общественного договора Средний класс Это и есть Носители общественного договора. Остальные, товарищи, Присоединяйтесь. А тут средний класс. Но был интереснейший момент, Я, по-моему, Обращал на это внимание. Он сказал, Что средний класс там, Что он начинает, Так сказать, Обращать внимание На популистов, На авторитаристов И на нелиберальную демократию. То есть был важный момент Признание, Что это нелиберальная демократия. Хотя вообще Вот в этой форме, А это фактически Локковская, Если уже куда-то уходить В дебри, Локковская форма Общественного договора Гарантия свободы И частной собственности. При этом, Вот у Локка же как, У него люди В естественном положении Обладают свободой И частной собственностью. И объединяясь Общественный договор, Им гарантируется Свобода и частная собственность. В других, И по Гопсу, И по И по Жан-Жаку Руссо Отличается состояние Естественное От общественного Государства. А тут именно Вот такой чисто Либеральный подход К этому все Оно начало ломаться. Потому что Они не понимают За что они Вот реально За что они платят налоги. А налоги достаточно высокие. Они вот такой вопрос Задают. Что-то надо со средним классом делать. Не говоря о том, Что происходит процесс сокращения. Среднего класса. При этом, кстати, Он в Штатах Даже более резко идет, Чем в Европе. Но в Европе Это тоже ощущается. Они, так сказать, С беспокойством. Хотя, конечно, Там вопрос Было 70, Грубо говоря, Обстало 60 процентов. За 10-15 лет. Но они на это обращают, Что это тенденция Очень, так сказать, Опасная. Что-то надо с этим делать. И они И Макрон поднял На самом деле, Макрон пошел дальше, Так сказать, Скажем, Спора американского. Он говорит, Что надо пересмотреть Систему экономическую. И он выступил Главное, Это против финансиализации Экономики. Ну, Грубо говоря, Когда львиная часть Прибыли Генерируется В финансовом секторе. Хотя странно, Он же представитель Как раз Этого финансового. Погоняло У него было, Извиняюсь, Этот Финансовый Моцарт. Он Инвестиционный Ну, Тем не менее. Ну, Послушайте. Хочет переизбраться На второй срок? Послушайте, Владимир Ильич Тоже был Из дворян. Причем Из потомственных. Хотя отец Его был Из разночинцев, Но будучи Учителем В школе Дослужился До дворянства Потомственного. То есть Тоже, Так сказать, Насчет Социальных лифтов, Кстати, Учитель Ну, Учитель Там потом Директор школы Мог Дослужиться. Ну, Тут Да, И это интересно И понятно, Что Миттеран Во многом Господи Макрон Во многом Человек Который, Конечно же Системный Есть те круги, Которые за ним Стоят Значит, Это согласованная Позиция С теми кругами Которые он При власти Представляет Это его желтые жилеты Заставили подумать Об этом Или просто Вот они задумались И поняли, Что Так жить дальше Нельзя Всех Подтолкнул Трамп К размышлениям На самом деле Когда в Штатах Завелся Трамп Все стали думать Как им жить дальше Потому что На самом деле Если вы Почитаете Всяких Критически Критически Думающих Даже Либералов Хотя это Большая редкость Но иногда Все таки В либеральной Семье Не без уродов Там даже Иногда Люди Критически Мыслящие Ну это вы Прямо гуманно С ними Я Я Гурманно С ними Ну ладно Такое дело Так вот Они Говорят О том Что Вот Это То есть Даже Если Вот Вдруг Приходит Сейчас В Америке Ну демократ Побеждает Либеральных Взглядов Отыграть Очень Много Уже Нельзя Будет Говорят Сейчас Пост Трамповская Америка То есть Трамп Это Явление Понятно Это не Один Человек Это Трамп Человек Который Изменил Америку Америку Нельзя Уже Вернуть В До Трамповскую Тот же Тот же Сорос Требует От Трампа Додавливать Китай Хотя Ну Очень Многие Круги Они такие Друзья Кто Ну Сорос Трампов Так вот Это же Хотя Скажем Если мы Возьмем Ту же Уоррен И Массачусетскую Вот эту Группу Либеральную Бостонскую У них Наоборот Кеннеди Тот же Клан Они Наоборот На Китай Ориентированы Как на партнера И наверное Готовы Многое Отыграть Обратно Но В целом Считается Что Это Уже Невозможно И я Хочу Сказать Все равно Допустим С тем же Гонконгом Двухпартийный Консенсус Был А это Страшный Вызов Для Китая Вот этот Закон Который Они Приняли В общем В этом В Штатах Типа В защиту Демократии Гонконг Это что Такое было Раз уж Дошли до Этого Это Зачем Ну Трампу Понятно Зачем Трампу Нужно С Этим Трамп Идет На обострение С Китаем Причем Превенитивно Я Вот Рассказывал Вообще Когда В этом Ряд Про Переговоры Надо Понимать Что Каждый Раз Уже Больше Года Тема Вот Сейчас Наступит Торговый Мир И Там Немножко Рынки Попускают Цены Как На Это Каждый Вы нам Идете На уступки А мы Не вводим Новых Санкций Ну Не санкций Тарифов Китайцы говорят Идите Нафиг Блин Давайте Воевать Тогда Так Воевать Причем Китай Достаточно Долго Отступал И Уступал Кстати Одна из Линии Разлома И по Украине Происходит У нас Хуавей Мы Запускаем Хуавей И вот Сейчас Посмотрим В чью Пользу Моторсич Решится Ну Да Это Очень интересно Потому что Сказали что Китайцев Уже оттуда Не убрать Я слышала Заявление Представителей Правительства Товарищ Пенс Так не считает Потому что Это его Представитель Его команды Вице-президента Пенса Там Бенефициар Это Учредитель И Руководитель Компании Блэк Вотер А Это связано С Пенс Интересно С вице-президентом На секундочку Соединенных Штатов Штатов Америки Да Интересно Более того Вот этот Человек Который Бенефициар Он был в команде Ромни В 12-м году То есть Это Это Консервативное Право Консервативное Крыло Республиканцев И Кстати Как мы Видели Трамп Во избежание Всяких Этих Ну Конспирологи Там уже Всякое Начали Писать Он объявил Что Пенс Будет его Вице-президентом На новых Выборах Да Он такое Сказал уже 22 ноября Он это Заявил Фокс По-моему Называется Фокс Ид Фрэнс Программа На Фокс Ньюс Да А почему Он это сделал Потому что Ему нужно Единство Республиканцев Так сказать Особенно Вот этого Это Мощное Очень Крыло Связанное С Кохами Ну Уже Кохи Уже С Кохом Один из братьев Умер В августе Но мы их По-прежнему Называем Кох Индустрис Вот это Мощнейшая Самая крупная В мире Частная Компания Самая Нет Я соврал Вторая По-моему В Штатах Частная Компания Ну потому что Есть частная Есть как бы Корпорация Это частная Компания По-моему Вторая Ну они там Мультимиллиардеры Братья Кохи Дэвид И Ричард Вот Остался один Брат Им под 90 Обоим Но они вот Всегда поддерживали Они чайную партию Поддерживали Право консервативное С Трампом У них был Сначала конфликт Но потом договорились Их ставленниками Считается И Пенс Изначально И Помпео Да Это их Вот эта Группа Считается Что хотел Трамп Хенли Представителя Экс-представителя США В ООН Кстати В книжке Вы помните Которая вышла Она там Очень высказалась В поддержку Трампа Она сказала Что люди Приближенные К Трампу Требовали От нее Работать Против президента Это же Она ему Сохраняла Лояльно Она республиканка И очень важно С точки зрения Ну Электоральной Она бы Его прикрыла Бы сразу От Двух От От всякого Сексизма От обвинения В сексизме И второе От всяких Расизма Она Я не знаю Как в женском роде Но она Ксикх Она Сикх Сикх Ну вот это Из Индии Вот это Ну да Я понимаю Я тоже не знаю Как это Сишка Ну Понятно Она Она Представитель Сиксского Народа И это бы Давало бы Такое Какой Расизм Какой Сексизм Но тем не менее Он был Как-то Все могут Короли Но только Вице-королей Себе Не могут По любви Выбирать Американская Нет Ну очень часто Были Я вам хочу Сказать Что Был Серьезный Конфликт Рейгана И Буша Но Партийное Руководство Призвало Их В общем-то Выступить Единым фронтом И Буш Стал Вице-президентом При Рейгане А Буш Тоже Боролся За номинацию Тогда Буш Старше И тут Так сказать В общем-то В интересах Партии Трамп И Пенс Пошли На этот Такой Политический Союз По Расчету И теперь Во-первых Всякие А уже Например В Америке Это активно Так сказать Про Так сказать Либерастическая Пресса Активно Писала Про их Там всякие Эти Противостояния Вот в этой книге Анонима Которая вышла 19 ноября Было записано Что Пенс Был готов Поддержать У них есть Процедура Отстранения От власти Решением Кабинета Так называемого Ну главой кабинета Является Президент Вот Министр Кто Кто в штатах Премьер-министр Ну он же Он же Президент Ну да Так вот Есть такая Процедура Что И якобы Даже Разговоры На эту тему Первичные Проводились Это в книге Анонима Ну то есть 19-го Это вышло При этом Фрагменты Эти начали Публиковаться Раньше Ну вот 22-го Было заявлено Что он идет С Пенсами Какой Пенс Блестясь Настоящий друг В штатах Мудис Дало свой прогноз Ранний Мудис Ставит На этого На Трампа Что выиграет Что выиграет По их трех моделях Я не буду забивать голову Это модель Связанная с фондовым рынком Модель Связанная С инфляцией И модель Связанная С доходами Американцев При этом Они дают По выборщикам Даже больше Разрыв Чем был Но это С другой стороны Букмекеры Сейчас До того Как Грубо говоря Они Ну на Трампа Были последние Котировки 1 к 2 и 2 Но реально Котировка Республиканец Против демократа 2 и 0 На Республиканца То есть Так как там Куча всяких Экзотических Которые тоже Ну на них же надо Ставку какую-то Например Пенс Шел 1 к 41 Хенли Примерно С таким же Шла Несколько Несколько там Городских Сумасшедших Республиканцев Шли 1 к 201 То есть Понятно Что Трамп 1 к 2 Демократ 1 к 1 и 8 И на независимого 1 к 1 26 Вот Было Неделю Назад На Вильямсе Такие Ставки Но внутри Номинации Демократической Очень интересно Практически Вровень Почти Вровень Идут Сейчас На первом месте Вышел Байден Очень долго Шла Уоррен И Так сказать У него Грубо говоря Исходя Из почти 25 Процентов Его Ставки Уоррен Примерно 22 Шансы У Бутиджича 21 Вы чувствовали Вы знаете Что Ну я Этих Боевых Этих Самых Ребят Так сказать Я хочу Сказать Что Сейчас И в украинской Прессе Появилось Там Про Бутиджича Кандидат Гея Ну вы Помните Когда мы Это Обсуждали Что Это Очень Непростой Кандидат И Действительно Вы знаете Что По нему Поднялась И в Штатах Шумиха Он очень Успешно Выступает На дебатах Ну это Вообще Характерно Для этой Категории Они Так сказать Как это Так сказать Как-то Такие На публике Павлины Те еще Значит Умеют Себя Так сказать Умеют Открыть Окно Или там Очко Авертона Я уже Не знаю Как там Оно У них Он Очень Неплохо Выступил Опять На дебатах Он Лучше Молодой 37 лет 37 лет Ему И опять же Он у демократов Как бы Он очень Много Запросов Он Фактически Ну отчасти Представитель Нацменьшинств Вообще Бутиджич Это Типичная Мальтийская Фамилия У Мальтиица Сейчас по-моему Премьер Бутиджич У него Отец Мальтиец Мать Ну Англосаксонка И по-моему Ирландского Проискорделя Потому что Катол Он из хорошей католической Семьи И сам Почти во всем Кроме одного Хороший католик Как я рассказывал И даже Брак Свой Со своим мужем Заключал По католическому Обряду Правда На закрытой церемонии Я так понимаю Закрытой Немножко 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 оценивать Вообще Издали Все Хотя Я стежу За американским Мы все Мы все равно Не знаем Вот во что Он играет В засветку Политическую Потом Как это Стать Например Сенатором В какую-то В долгую Игру Или он Сейчас Или может быть У него игра Короткая В вице-президента Он играет Потому что Грубо говоря При Байдене Он очень многие Вопросы Может С собой Закрыть Звучит Конечно Не политкоррект Развивать Ну так сказать Как это Многие условные Амбразуры Может закрыть Своей условной Груди Которые У демократов Кстати Он тоже Он тоже В определенных Там Отношениях С Соросом Есть там Хотя Я говорю Что Сорос Я Кстати Здесь Я должен признать Я здесь Какую я ошибку Здесь сделал Я неправильно Да Это правда Что Сорос Поддержал Уоррен И кое-кто Из вот этих Левых демократов Кто Отечеется На Сороса Перешел К Уоррен Но Александра О Кортес Александра Кассия О Кортес Осталась Сандерсом Я сказал Что она Нет Она осталась Сандерсом Она несколько раз Выступала На митингах Но мы тоже Не знаем Всей подоплеки Которая там Происходит У Бутиджича Действительно За последние За последние Две недели С 7 до 11 Процентов Вырос рейтинг Внутри А при том Что там Не такой большой Разрыв У всех Это И очень И отличаются Серьезно Серьезно Тем более На номинацию Его конкретно Его конгрегация Иудейская Которая он Принадлежит Там очень Большое Именно Сочетание И финансистов И экологов Да Поэтому Он Как бы Вот Его игра Это Ну Как это Блумберг Это Блумберг Это самодостаточная Фигура Которая Вот Ну Как бы Со своими Целями Со своей Программой Идет В эту Борьбу Ему Скажем Понятно Близки Идеи Там Греты Тунберг Потому Что Через Экологию Можно Регулировать Экономику А вот Можно сравнить Трамп Он же был Нестандартен Для республиканцев Долгое время Его не спривели Блумберг Может быть Демократом Блумберг Посмотрите Знаете что Блумберг Это если Соединить Этого Что было понятно Байдена Егора То есть Миллиардер И Экологический Гор Был такой Вот Первый Заход Экологистов Был Гор Но он Проиграл Бушу Со всеми Входящими Исходящими Это Отдельная история Которую американцы Стараются Как страшный сон Забыть Все Ну У них Это же не Впервые Кеннеди Никсона Тоже Там Мафия Голоса В этом Посчитала Да ладно Разве у них Есть Манипуляции На Жюриан Рассказывал Сколько Мертвых Душ И как По кругу Голосовали Это Демократы В Нью-Йорке Он же был Там Это он был Республиканцем Как он победил Потому что сломали Эти схемы Так сказать Карусели Неужели мы Это у них Уже Позаимствовали В свое время Давайте считать Что они у нас Хорошо Это тоже Подходит И до нас И до нас Они не знали Что такое Коррупция Это вообще Лоббизм Был Лоббизм Знаю Коррупция Не знаю Так на чем На Блумберге Давайте посмотрим Сколько он будет Вкладываться И как это Пойдет Компания Во всяком случае На предыдущих Выборах Он же тоже Говорил Сначала Что выдвигается А потом Сказал Что ему Мама сказала Что Америка Еще не готова Проголосовать За еврея Ну вот За 4 года Америка Видимо Созрела Боже До чего Довели Америку Ну вот Как бы Блумберг И Я к сожалению Забыл Фамилию Сина Один Из Соратников Обамы Экс губернатор Афроамериканец Заявил Что хочет Участвовать Ну тоже Непонятно Под что Возможно Это тоже Борьба Под Борьба Под вице-президентство Потому что Я же говорю В Америке Есть И второй Слой борьбы За вице-президент Считается Что Пенс Что Пен Скажем так Есть гипотеза Которая Выглядит Правдоподобной Что Пенс Получил Гарантии Независимо От Исхода Выборов Что В 24 Году Он Идет От Республиканцев Накал Американских Страстей Таков Что Сейчас В Америке Обсуждается Статья Статья Господи Вот Из головы Вылетела В какой же Атлантик В одной из ведущих Газет Про О том Что Возможно Гражданская Война В Америке Между Консерваторами И либералами Ничего себе Да И это вот Они обсуждают То есть Это не в какой-то Маргинальной Газетонки Нет И это Большие Вокруг Этого Страсти Кипят Ну Я вам Хочу Сказать Что Я вот Сейчас Как раз По своим Причинам Нашел Себе Распечатал В сентябре В Волл Стрит Джорнал По их Заказу Было Исследование Оно Называлось Так Что Республиканцы И демократы Не просто Отличаются Они живут В двух Разных Странах Ух ты И экономически Это вообще Полно То есть Вот вы знаете Что В 2008 Году Уже были Ну Там Разница Но в 2008 Году Это все-таки В рамках Ну Так сказать Есть отличия Потом Когда я писал Допустим Книгу Про американские Выборы Я ссылался Была большая Статья На голосе Америки Штаты Красные Синие Фиолетовые Это было Тоже На базе Исследования Там Одиннадцатого Или Начало Двенадцатого Года Что различия Серьезные Там Но Но все равно В целом Таких Ну Не радикальных Сейчас Абсолютно Радикальные Различия Последствия Правления Трампа Нет Нет Это естественные Процессы Расслоения И при этом И при этом Уже Тут Даже В чем Сила Вот этого Исследования Wall Street Journal Они Сделали Не по Штатам А по Конгрессовым Округам По Округам В Конгресс Где победили Республиканцы И где победили Демократы На выборах Промежуточных И вот это Был Как бы Такое Восемнадцатого Года На выборах Восемнадцатого Года И потому Что Штат Может быть Красный Но там Несколько Если большой Штат Несколько Синих Округов И наоборот Штат Синий Но Несколько Красных Округов То есть Как это Как Два мира Два шапира То есть Это абсолютно Разные Люди И чем Дальше Тем больше Идет Это Так Ну Это Расслужение А потом Очень серьезно Например В отношении Религии Очень Большая Разница Между Республиканцами И демократами Например Религиозность Множество Других Ну Короче Это Две Разных Америки То есть Как-то Америка Два Глубинных Народа И В общем-то Я хочу Сказать Что Ну Было бы Логично Если бы Они бы Сошлись Между Собой В честной Гражданской Войне Нет Это было бы Не честно Это было Негуманно Ну Почему Это Негуманно Лучше Выборы Пусть Сойдутся Не Ну Выборы У них Так Выборы Напоминают Какой-то Элемент Сражения Так Нет Если Раньше Это Был Рестлинг Теперь Теперь Боя Без 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 правил Без правил Яшу Говорю Причем Как это Уже этого Который посол ЕС В Европе Был Саундленд Который Этот Уже три женщины Обвинили его В домогательстве Ну это Традиционное Только Только Да Как это Это Увидели Как по телевизору Дает Это Интервью Да И вспомнили О своих Упущенных Шансах Так сказать И решили На него За Харрисмент Подать Это Сейчас Абсолютно Жуткую Историю На этот Расскажу А при этом Ну там тоже Забавная История Этот Трамп Говорит Что он вообще Плохо знал Саундленда Вообще Саундленд Внес Миллион Долларов В его Компанию Понятно Это никак не связано Что его потом Послом Въезд Мы же не можем Такого даже Предположить Что его Поэтому Назначили И он же Рассказывал Что они часто Неформально Между собой Встречались И разговаривали Там не вполне Лексикой Это Саундленд Рассказывал Что близко Был знаком Ну и он тоже Вот эта его Знаменитая фраза Насчет Того Что Зеленский Любит вашу Задницу В телефонном Разговоре Так сказать Что именно Что они Раньше Фривольно Разговаривали Поэтому Он так Себе А Трамп Уже говорит Что подзабыл Кто это Такой Но он И Джулиани Никуда не А жуткая История Жуткая История Это Я ссылаюсь На Дейли Мэйл Статья 21 Числа Октября А история Произошла 16 Октября Заявление Было В полицию Подано Значит Некий Фотограф Который Снимает Порно Сессии Ну тут нормально Тут как раз Он значит По некому Каталогу Заказал Для порно Сессии Некую Актрису Пришла Эта актриса И выяснилось Что Она Леди Бой Ну Трансвестит Так сказать И он Ей Отказал В сексе Ну Не снимать Стал Не в какие отношения Вступать Она Подала Что это На почве Ненависти Да Это дискриминация Между прочим Так Это не шутка Она на него Подала В полицию Полиция Разбирается Ну и правильно Нечего Причем Что Жуть Не ну Дейли Мэл Она прямо Написала В заявлении Что она Дискриминирует Потому что У нее Есть пенис Поэтому Собственно говоря Как это Старушка Англия Еще даст Форы Всем Еще всем Даст форы В этих всех Вопросах Но это Как у Агаты Есть же Знаменитая Ну у меня Так сложилось У меня был Какой-то Странный Период В жизни Когда я Прочитал Не просто Все Агату Кристи Прочитал Я прочитал Некоторые Рассказы Которые Она сделала Пьесами Для постановки И в том числе Я Как бы Я читал Даже Десять негритят С хэппи-эндом Так сказать Где двое Последних Между собой Выживают И между ними Роман Значит У нее Есть такое Ну Десять негритят Ну послушайте В тридцать втором Году Ей сказали Что хотим В Голливуде Вас Только как-то Вот все умерли Как-то не по-голливудски А можно Чтоб вот там Мальчик с девочкой Выжили Ну и потом Как бы Нет вопросов Сказала Агата Кристи Агата Кристи Говорит Когда От голливудских Гонораров И не такое Да Придумаешь Ну в общем Так сказать Так вот Есть интервью Агата Кристи У Агаты Кристи Берет интервью А Расследование И это Отвлекает Поэтому Насчет старушки В Британии В Британии Она еще всем Так сказать Расскажет Как это Как чего И сколько Гендеров Кстати Продолжая Эту тему В Америке До чего Довели Всех Трансгендеры Что теперь Феминистки Есть уже Появились Феминистки Радикальные Которые Поддерживают Консерваторов В вопросе Трансгендеров А Дело в том Что с точки зрения Честной феминистки Вообще Честная феминистка Тоже для меня Звучит Как Типа Порядочный либерал Где-то Но тем не менее Ну наверное Есть честные феминистки Так вот А если Мужика Можно переделать В женщину В чем уникальность Женщины Ставят они вопрос Честно Глубоко копают Уже как-то А они вообще Послушайте А они вообще С ума сошли все Когда мы говорим Глубоко копают А 32 Или сколько там Пола Возможно Да Это вот интересно А гендеры То есть Без гендеры Да Это известно Так вот Не ну давайте дальше К выборам А то сейчас как к гендеру Уйдем Достаточно Что 32 Уже есть Ну по-моему Даже больше Почему В свое время Один из лидеров Этой Альтернативы Для Германии Выступая В Бундестаге Он обращаясь Дамы Господа А потом Обращался К каждому гендеру Перечисляя Демократично Вот вся была речь Ну раз так Он обратился Ко всем Ну Гендерам Это было Так что Выбор Это как-то Ясно что ничего Не ясно Ну надо посмотреть Кто у демократов И в какой паре Они пойдут И То что это будет Очень Так сказать Ожесточенная Борьба Это нет Никаких Сомнений И то что Будет там И китайские Влияния И других Государств Как ни странно Когда начал Разваливаться Двухпартийный Консенсус По большинству Вопросов Америка Действительно Стала уязвимой Перед внешним Влиянием При том Что мы там Говорим Что это Так сказать Что В Америке Невозможно Там Гражданское Потому что Там нет посольства США Но Так сказать В конце концов Другие посольства Тоже чему-то Так сказать Учатся Хотя Конечно Оно будет Уникальное Какие-то А может быть Так сказать А может быть Всем нам не повезет И у них не будет Так что Не знаю И сейчас Вот еще Выборы в Британии Как бы Тоже очень важные Там С разрывом Идут Консерваторы Но В связи Именно с Мажоритарной Особенностью Нет гарантии Что они получат Большинство Хотя вроде бы У них Шансов больше Чем на предыдущих Выборах Но то Как бы Отдельный вопрос Дмитрий Ну я хочу Все-таки К Нормандии Вас немножко вернуть А то вдруг Мы обойдем ее Как-то А вот не хотела Все пути ведут В Нормандию В Париж Все пути ведут В Париж Дмитрий Ну смотрите Вот ситуация Это вы Про Макрона Уже сказали Да Ну и мы же Видим Что переговоры Даже двухсторонние Оказываются Возможные И Ну И разные Другие Нежные Для Украины Было Объявлено Что сейчас Закон Разрабатывается Выплате Пенсии В Донбассе Какие-то Подвижки Ну Что-то Есть Насколько Они имитационные Первый Вопрос И второе Ну вчера Так сказать Антонина Герасченко Выступила С предупреждением Что мы Рассчитываем Причем Это Ну не скрываемая Угроза В адрес Президента Что Ну мы рассчитываем Что там будут Выгодные Украины Что он достигнет Мы хотим Там мира Всего Но если они будут Невыгодны Это Украина Это усилит И международную Внутриполитическую Напряженность Но ведь Замминистра Внутренних дел Ты что блин Это Ты кто такой Дмитрий Ну вот скажите Вы ожидаете Каких-то серьезных Подвижек Потому что ведь Если и быть Этим подвижком То только сейчас Потому что уже даже Мы же видим За последние месяцы Что рейтинг Владимира Зеленского Ну по разному Можно к этому относиться Но уже Просел серьезно Уже просел серьезно Хотя В общем-то Посадкой Порошенко Он может Сильно его Поднять Ну и факт Факт Ну что Все люди Уже смотрят На там На тарифы На все остальное На то как они живут Каждый день Это Послушайте Ну Послушайте Ну народ Неблагодарен Вообще Избиратель Скотина Не это Неблагодарный Сколько ему Не обещаю Все равно Он требует Выполнения Обещаний В этом Про Порошенковскую Просоровсовскую Пропенчуковскую Мешпуху Во власть Ну так А чего Он хочет Чего Он хочет Эти же Блин Просто Гончарук И Милованов Они же Просто Издеваются Над нами Ну им Пофиг Все Он же Не думал Не думал Не думал Да плевать Ему На Украину Придумали Другое Убывающая Ну вот Наши Средне товарная Мелкотоварная На самом деле Копеечные Суммы Компенсация Процентов Потом Я вам Сейчас Более того И просто Чтобы Понимать Уже Сегодня Когда Когда Говорят Что Потом Народ На референдуме Будет Решать Про Продажу Земли Уже Сейчас Возможно Легальное Приобретение Земли Иностранца Рассказываю Вот Вы Иностранец Или я Иностранец Я Нахожу Себе Дедушку В хосписе Которому Два Месяца Осталось Там Перу Насадерживаю На Него Покупаю Землю А он Нее Завещает По Этому Закону Иностранец Может Завещанную Землю Вступить В права Собственно Я вам Простейшую Схему Почему я Эту схему Знаю Потому что Такая была Схема По отмыванию Денег Дедушки Из хосписов По миллиону Долларов Там Это передавали Ну скопил За всю Да Это была Это была Система Искали Причем так Чтобы не подкопали Чтобы был в здравии И все Два Три Месяца И Понятно Там же По диагнозу Ищут Чтобы дедушка Не зажился Случайно Это тоже Вредно У нас Долго Жить Вот Причем Это я Самое Примитивное Потом Если Пустят Иностранцев Например Разрешат То Никакие Ограничения Никакие Ограничения На объем Земли Действовать Не будут Уже Сейчас Есть Есть Сейчас Даже По закону Формальная Возможность Обойти Через Земельный Банк Но все Даже Еще Проще Значит Украинская Компания Покупает Сколько Это там Тысяч Сотен Тысяч Перепродает Ее фонду Например Саудовскому Ну если Это разрешат И у него же Арендует А потом Покупает Себе Еще Землю Причем Может Другому Фонду И тоже Арендует Для тех Это Они Зарабатывают На перепродаже Потому что Естественно Это будет Дороже Но Прибыльность Которую Они будут Получать Для них Вполне Ишь Там Шесть Семь Десять Процентов Годовых Валют Да это Прекрасные Вложения Прекрасные Вложения Ну да Во всем мире Это проблема Да это Очень хорошо Так это тем более Стабильное Но земля Все равно Это будет Давать Такой Причем На зерне Причем Тем же Саудитам Оно будет Гарантировано Потому что Это зерно Будет законтрактовано И те же Саудиты Будут его Получать Например Это гарантировано Все Поэтому Я же говорю Что это Так сказать Очко Овертона Оно Так сказать Безразмерное Так вот Если вернуть К тому Что принимать Изменения Какие-то И что-то Решать по Донбассу Прямо сейчас Пока там Рейтинг Окончательно Не подвезутся Вы знаете что Ну Так сказать Вдруг все решится Вот так Вы знаете что Нет Вдруг выборы В следующем году Посмотрите Людмила Для Смотрите На кого здесь Зеленский Может опереться Вот это Вот главный вопрос Я вам рассказываю Теоретически Теоретически Он может здесь Опереться Только на Коломойскому Но для этого Коломойскому Нужно вернуть Приват А он Этого сделать Практически Не может Поэтому А на других Олигархов Он может опереться Конечно Конечно Ну Так это Пожалуйста Пинчук Соросом Пожалуйста Какие вопросы Только тогда Донбасс Не решается Вопрос Никак Вот так Подвешенным Должен Оставаться А тогда Президент Что решает Тогда Так он и так Уступил Это все Ну послушайте У нас у власти Люди Основная масса Это Порошенко Пинчука Сороса Кто такой Айворос Это Вот это он Этот Бердио Или как оно Называется Этот Офис Реформ Оттуда Сколько Натянули А вот Хорошковский Это кто Нет Это Хорошковский Это отдельное Все Нет Это отдельное Это не сюда Это другая история Во всяком случае Во всяком случае Логика Поставить Хорошковского На СБУ Была бы Но он тогда Должен был бы Достаточно Много людей Туда завести Тогда Своих Вот из той жизни Грубо говоря Ну и так Был Кучмовский Призыв Сейчас В службы Был Да Был Да А кто Послушайте Ну это же были Последние Еще Как-то Последние Из Магикан Последние Из Магикан Ну последние Из Магикан Так сказать Как это Помнят руки Как скальп снимать Да 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 Это жестко А эти еще Ребята Да Чему-то Но там тоже Предпенсионного Самые молодые Моего возраста Призыв То есть уже Тоже не первая Свежесть Значит Зеленский Не может себе позволить Поссориться с Коломойским Да Ну может Тогда надо все Одно дело Маневрировать Между Коломойскими Вот этими Соросятами А другое дело Поссориться с Беней Ну И что тогда А эти как бы Ну эти соросяты Требуют фактически Голову Коломойского Ну в том или ином Виде Да То есть это уже Война до победного конца В окружении Зеленского Получается Ну Ну или одного конца Или другого конца Игорь Валерьевич умудрился Со всеми С кем можно Зачем было С Джулианей ссориться Зачем было Так сказать А что вот это за странная Его статья В Нью-Йорк Таймс Где он сказал Что когда танки Российские будут стоять У вас Ну это все Это Бенина истерик Ну во-первых Очевидно Что Бенин истерикует Ну ни о чем Это статья Ну не статья Интервью Интервью Ну ни о чем Что мы типа От вас развернемся Кто тебя будет спрашивать Как ты развернешься Никто тебя принимать Не собирается Ну никто С Коломойским Переговоры Реально Когда говорят Да Электроэнергию На его предприятии Так в чем Это бизнес А Коломойский Никогда Никаким посредником Не будет По простой причине Я вот уже много раз Объяснял Давайте вот еще Очень просто Объясню Это и в российской системе Особенно Но и в любой другой Государственной системе Вот такого государства Кто-то должен на себя Взять ответственность Перед первым лицом Перед там Путиным Например О том Что достигнуты С Коломойским Договоренности Было обеими сторонами В первую очередь Коломойским Соблюдены Никто такого Обязательства Про Игоря Валерьевича Не возьмет Вот вы бы взяли Я не могу Я его не знаю Вообще даже А вам недостаточно Того Что вы о нем знаете Ну вот Недостаточно Дмитрий Для меня А мне достаточно А мне достаточно Даже из его Так сказать Открытых Вот Никто с ним Не будет вести Серьезно Никто его Как посредника Воспринимать Не собирают Ахметова Тоже Не будут Воспринимать Как последний То есть Получается Пинчук Самый большой Фавори оказал У кого? У России Нет У Зеленского Ну что он Есть в фаворе Ну Он Как это Так сказать Пинчук Его подсадил На кадровый Резерв Ну вот Эта группа Пинчука Сороса Абрамавичуса Вот эти все Грантоеды Ну вот Вот этот Весь круг Наш Либерастический Который Себя Называет Либертариан Они Получается Других кадров Не было Ну не с 95 Квартала Назначать Людей А где Взять людей Вот говорит Калиброванный Мбей Мне кажется Лучше брать На пол Я не шучу Это Так сказать Диплом Советского Техникума Советской Торговли Человек Лучше Разберется Чем С Мбей Ну Это же Мбей Да он Диссер Писал Под марихуаной Блин И кстати Между прочим Я же теперь Не сомневаюсь Что Этот Легализация Марихуаны И по их Замыслу Должна Резкий Всплеск Научных Исследований В стране Вызвать Ну Так сказать Под каннабисом То оно Попрет же Попрет На науку Сократили деньги Правильно А чем Компенсировать Правильно В социальный Пакет ученого Особенно Экономиста Должен Входить Бесплатный Каннабис Нормально Это Для естественных Наук Сложно Для гуманитарных Еще ничего Послушайте Как это Ну в каждой науке Откроют закон Относительности Не только В физике Почему в химии Не может быть Закон Относительности В географии Закон Относительности В биологии В биологии Тоже неплохо Тоже неплохо Поэтому Я считаю Что Марихуана Наша Все Но опять же Нет же Никакого Понимаете Как Они же Очень логичны Они очень Логичны Если Вот сейчас Они открывают Рынок Земли Конечно Надо быстро Легализовать Марихуану Чтобы сюда Зашли Для Выращивания Ладно Плантации Наркотиков Мы же не будем Почему Ну если Она будет Легализовать Нет Она медицинская Зайдет Медицинская Только Мы же понимаем Что такое У нас Медицинская Это Так сказать Дмитрий Ну и в качестве Прогноза Что-нибудь Как всегда Доброе Светлое Радостное Активистичное Ну Понимаете Как Я не вижу Чтобы какие-то Там до весны Какие-то большие Произошли Потрясения Процесс Разочарования Для украинцев Привычен И уже Не сопровождается Какой-то Такой Ломкой Так сказать Ну это Вот такой Естественный Это как Усталость От работы Ну к концу Дня Человек должен Устать Вот украинцы Так сказать Просто Так сказать Это Так сказать По отношению К президентам Если сравнивать С рабочим днем Мы к обеденному перерыву Уже так от них Устаем Что после этого Уже видеть их Не хочется Но тем не менее Вот такой Процесс Понимаете У них был Огромный У них были Большие возможности Сделать все Наскоком Наскоком У них Ну что-то Не получилось Объективно Что-то субъективно И мы сейчас Имеем Зеленского Который Вот Он в свое время Не проявил Политическую волю Когда имел Все возможности Думал Что позже Откладывал Наверное Были свои Соображения А сейчас Его политическая Воля Большого Значения Не имеет Потому что У него нет По большинству Вопросов Ни компетенции Исходя из Законодательства И конституции У нас у президента Не так много Полномочий Ни возможности Ни каких-то рычагов Вот я приводил пример А как же у него кабинет министров Его силовики Вы рассуждаете Вы рассуждаете Как украинские избиратели Да Людмила Конечно Я же Почему его В чем его кабинет Что он может кабинет У министров сделать Да он вот Приказать выплатить Зарплату учителям А они не выплатят Зарплату учителям Дальше чего Ну не выплатят Послушайте Владимир Александрович Пошли бы вы Со своей Ну нет Ну не контролируют Подождите У нас парламентская Президентская республика Вы хотите сказать Что он большинству Что-то может Своему приказать А оно тоже там Из разных акционерных Обществ состоит Более того Его же понятно Что соросята Пинчучата Его толкают Почему на конфликт Почему нужен им Быстрый конфликт С Коломойским Зеленского Потому что В таком случае Коломойский Уведет своих людей Из большинства И единственный вариант Большинства Тогда будет Слуга народа И голос Ну понятно же Ну расклады Все понятны Вам понятно А нам вот нет Вы прямо Открыли нам глаза Да ладно Я серьезно говорю То есть вы думаете Коалицию Весне получит Пока мы не закроем Глаза Соросу Нам все время Придется открывать На что-то новое Глаза Дмитрий Ну то есть Вы прогнозируете Коалицию Какой-нибудь Весне Подождите Если будет конфликт С Коломойским А тогда не будет Выбора Как создать Коалицию Или нужно будет Придумать Ну схему Как распустить Парламент Ну очень сложно Особенно же Они будут Упираться Эти ребята Для многих Это Первый и последний раз Решители Любой Да Они еще ничего Не заработали Это отдельная история Бегают А где же тут Деньги дают Многие же ходили Потерянными Ну в общем Оказывается Что Не дают Я знаю Несколько депутатов Которые ждут Когда у них Это Зарплаты уже ждут Когда им выплатят Эти 40 тысяч гривен Ну да Это в общем-то Для Киев Жить в Киеве В центре города Так сказать В гостинице Это не такие большие Для Киева Деньги Не что-то такое Так что И поэтому Я скептически Отношусь К любым его Договоренностям С Путиным Вот смотрите Если мы посмотрим Вот допустим Возьмем Путина И допустим Газовый вопрос Вот По законодательству Если мы возьмем Российское законодательство Вообще Не в компетенции Путина Решать Газовый вопрос Но У него есть Возможность Их решить И Ну при наличии Политической воли У него есть Возможность Их решить У Зеленского Даже при наличии Политической воли Это находится Вне его компетенции Он скорее всего Их решить не сможет Поэтому Так же Как и Варианты По какому-то Так сказать По продвижению Минских соглашений Ну есть Так сказать Какие у него Возможности Их решить Ну Будет Саботировать Вот Ну Герасченко Уже предупредил Что От лица Нашей Так сказать Полиции Замминистра Зам Авакова Уже предупредил Чтобы они были Что если будут Невыгодные Для Украины А решать Здесь же мы будем Яращенко С Аваковым Будут решать Выгодные Или не выгодные Ну Дмитрий Вот Знаете Я недавно Совершенно Прочитала статью Чеснокова По-моему Где он написал Никаких уступов Была два дня назад Статья И где один из пунктов Он говорит Что позиция Зеленского Недостаточно крепка В Украине Меня это тогда удивило Думаю Что он имеет ввиду Как это он Себе это понимает А сейчас Вот из того Что вы говорите Мне становится Это понятно А он не может Посмотрите Зеленский Первое лицо Страны Безусловно Но Большинство вопросов Большинство Взятых на себя Обязательств Он просто Не может Выполнить Ну вернее Тех обязательств Которые Причем Бог с тем Путиным Вот представьте себе Что не приехал Путин А перед Меркель И Макроном Он может Выполнить Взятые на себя Обязательства Но если придется Их брать Нет Конечно Надо не брать Обязательства Тогда ты это Всегда сможешь Выполнить Это принцип Дипломат И самое главное Самая большая Ошибка Зеленского Я про это говорил Скажу еще раз Ну судя по всем Его заявлениям Я же В голову Никому там Зволь Он действительно Думает Что он едет На переговоры Ну в смысле Переговоры Это люди договариваются А куда он едет Он Он едет Туда Где Решение Утверждаются Уже То есть Уже Или не Развил То есть Развилка Очень проста Или откладывается Там есть Три позиции Либо ты соглашаешься Либо Не соглашаешься Либо Откладывается Решение Это будет Не совсем В твою пользу Но третий вариант Тоже возможен Переговоры Только Какие-то Уточнения Уже Готовых Позиций Изменить Позиций С планом Зеленского Ты туда Приехать Не будешь Как только Ты скажешь Что ты приехал Со своим Планом Мирного Ты там Сразу Станешь Изгоем Или даже Гоем Просто Превратишься Все Все остальные Подождите Все остальные В таком же Положении На самом деле Только они Себе могут Позволить Никаких импровизаций Ну как Как это Ну послушайте Этот Зеленский Вам может сказать Что КВН Это не место Для импровизации Так сказать Экспромты Все отрепетированы И тут То же самое То же самое То есть Более того Это во многом Символическое Действие Вот это И самое главное Я это уже говорил Просто повторю Ваши программы Может быть Кто-то Услышит И кто-то Зеленский Туда Едет Не за плюсами А за Минимизацией Минусов Так сказать Для него Не выгодна Сама встреча И поэтому Ему надо Минимизировать Ущерб Который он В любом Случае От этой встречи Понесет Более того Объективно Ему не нужна Встреча Объективно Ему не нужна Встреча С Путиным Потому что Даже интерпретации Этой встречи Будут не в его Пользу Один на один Или вы имеете Один на один Ему не нужна Встреча Один на один Во-первых Он в ее рамках Ничего решить Не сможет Все что он Предложит Выходящее За рамки Оно Бессмысленно Если они Не дай бог О чем-то договорятся То они договорятся Несомненно О том Что Зеленский Выполнить не может Причем он Ужас в том Что он этого Не поймет Пока не приедет Оттуда Это Посмотрите Это не его вина Это его беда Это вина МИДа Саботирующего Весь процесс До сих пор Я отвечаю МИД Саботирует Все эти процессы Потому что По-прежнему Находятся под Сильным влиянием Порошенковцев И прочие Сволочи Его команда Которая его В администрации Недостаточно Компетентна В этих вопросах И Всегда ошибка Бизнесмена Которые Международные Переговоры Во многом Рассматривает Как некое Подобие Деловых Переговоров Но такую себе Может позволить Трамп Когда он ведет Переговоры Международные С позиции силы Бизнесмен Ведущий С позиции силы Действительно Не сильно Отличается От бизнесмена Ведущего От Бизнесмена Не сильно Отличается От политика Ведущего Переговора С позиции силы А когда Со слабой Позиции Или с какой-то Позиции Равны Это абсолютно Другой Процесс Это Совсем Другая Школы Такой Пока Нет Мы видим Что Каждые Переговоры Не очень Успешны Подарок Велосипеда В Эстонии Это 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 Зарап Но я вам хочу Сказать Что даже Для Прибалтии Вот скажите Вот обратите Внимание Вы видели Заявление Этого Украины Вопрос Кого там Не хватает Кого там не хватает А он А он К ним Едет За советом Как Они говорят Твердым Будь Будь Твердым Как Эстонец А вот Велосипед Это Впервые Такой Большой Подарок Ну правда Еще Лошадей Дарили Янукович А это Подождите Лошадей Дарил Венгерский Премьер Министр Это Абсолютно Нормально Лошадь Это Вообще Животное Это Абсолютно Нормально На самом Деле Велосипедов Пока Не было Но вы знаете Что Как говорят В таких Случаях Протоколисты Либо Изначально Подарок Имеет Какой-то Смысл Либо Потом Все равно Придумают Какой-то Смысл Ну да Даже если он Не имеет Так и случилось На самом деле Как это У шнура Есть песня Как-то Ехай Куда-то Вот оно Вот как-то Вот у меня С велосипедом Только вот это Может быть Конечно А у меня С здоровым образом Жить И демократический Президент Президент И здоровый образ Жизни Две вещи Несовместные Примерно Как гений Вернее Президент Ведущий Здоровый образ Жизни Это плохой Президент Хороший Президент Тяжелый И велосипеда Ну это Загадочное Или Или это Говорит о том Что да По барабану Тогда это Плохой В общем-то И при этом Они его же Говорят Будь Будь тверд Будь тверд А при этом Я хочу сказать Вот завершая С прибалтийскими Тиграми Это же Ну понятно Там перепалка Была И Макрона С Меркель На саммите НАТО Но главное Что вот Я думаю Что сейчас Прибалтик Обдумывают Другую тему Что на саммите НАТО Турция Отказалась Участвовать В выработке Плана обороны Прибалтики От российского Вторжения Я думаю Прибалтик Сейчас Обдумывают Это им в плюс Или в минус Что в случае Российского Вторжения Турки не придут На помощь Тем более Я говорю Вот как Судьба Курдова Укнула Да Тем более У турок Тем более Возьмите В Литву Есть формальный Повод Защита Караимского Меньшинства Все таки По одной из версий Караимы Это Чуркский народ Хотя Есть Различные версии Ну вот Караимская Община В общем то Там проживает До сих пор Как бы Одно из Национальных Блюд Литвы Кибина И караимский Пирожок Есть у нас В Новусе Правда Я был первый раз Потрясен в Литве Второй раз Потрясен у нас В Новусе Не узнали Пирожок Нет Узнал Просто Кибина Со свининой Караимский Пирожок Ну Караимы Исповедуют Иудаизм Антиталмудического Толка То есть У них Без То есть Ветхий Завет Без Какой Какой Пирожок Со свининой Но тем не менее Вот в Новусе Продается Зато теперь Финансирование НАТО Практически Урегулировано И Германия Там вроде Будет теперь Платить Опять же Для правильного Я вам сейчас Важный момент Для правильного Понимания Само НАТО Это не очень Это Структура Это не расходы Военные Всех стран НАТО Само НАТО Это не такие Большие деньги Вот именно НАТО Как Ну Структура Постоянная Работающая Работающая Структура А я думала Нет Американцы От всех Требуют Чтобы все Увеличили Расходы Ну вот Все как-то И Все как-то Не спешат Кроме Меркель Ну Они же Тоже Там Откладывают Они же По-моему С какого-то С 22 С 24 Собираются То есть Меркель Это после себя Оставляет То есть Она уже Досидит До 22 У него Получается И потом Передаст Так что Вот А Последняя Завершая Проблемы Игоря Валерьевича У него Большая Просто Вот Сколомой Главная Его проблема В Америке Находится Канцлерский Суд Делавера Куда Подал Приватбанк И где Процедура Рассматривается По механизму Рика Вот Это Противодействие Рекету Ну Инвестированию Денег Р Это Рекет А К Коррупция И Канцлерский Суд Я помню Здесь Такой Пережиток Сам Принцип Да И то Что я Говорил Что он Более Широко Рассматривает Вопросы Более Широкие Полномочия Но Главное Это Не Суд Присяжных Канцлер Это Канцлера Делавера Республиканец Демократ Демократ Ага Демократ Понятно И Как это Как это Канцлер Демократ Хуже фашиста Для Игоря Валерьевича Сейчас Серьезно А я думала Он как раз Джулиане Поссорился Он Поссорился Джулиане Но главное У него Соросами Демократами Дубинский Выступал По телевидению Еще там С кем-то О Коррупции Байдена Ну да И даже Сейчас Да Он пытается Себя Продать Республиканам Но он Поссорился С Джулиане Он Поссорился С этим Фурманом И Парнасом А это Уважаемые Люди Которые Вложились Если вы Знаете Под Киевом Это Антеевка Местечко Сделали Ну что Вы не знаете А Джулиане Мэр Антеевки Да ладно Да Как это Джулиане Мэр Антеевки Рассказывай Рассказывай Я что Сегодня столько Нового Ну вообще Что такое Антеевка Вы же Представляете Не представляю Вы Шоу Малихом И не читали Ну Вот так Городок Где живут герои Это Антеевка Так Вымышленный А Киев Там называется Егупец Киев Это Егупец Антеевка Это вот Совсем Маленькое Местечко Я теперь вспомнила Правильно Естественно Ну все таки читали Да Ну пьесы Блуждающие звезды Тевья Молочник Кстати Я себе Представлял Что если бы В Японии Поставили Шоу Малихом Наверное Она бы называлась Ниндзя молочная Ну такое дело Да Ниндзя молочная Ну Ладно Бог с ним Они значит Скинулись На то Чтобы Это Для переселенцев Из Донбасса Евреев Создать Вот такой городок Они его Несколько раз Торжественно Открывали На фотографии Был виден С разных ракурсов Один дом Ну и одна Там счастливая Группа Которая туда Въехал Ну не имеет Значения Он где-то там В этих фондах Существует Что в общем-то Создан под Киевом Значит местечко Хотя я же говорю Что вот На фотах С разных ракурсов Был один и тот же Домик Видим Значит И Джулиане Вручили Эти Дов Блайх Равин Вручил Ключи Что он Почетный Что он Мэр этого городка Он должен был Приехать Когда он должен был Приехать На встречу с Зеленским Должен был Посетить Эту Подотчетный ему Город А он Да А он Туда Не это Ну От Нью-Йорка До Антеевки Один шаг От мэрства Так сказать Ну Короче Это кстати Какая-то злая шутка По отношению к нему У нас все Послушайте У нас все Злые шутки Ну вот Послушайте У нас все Куда ни Любая шутка Злая Ну вот Я вам Реальную историю Рассказываю И он с ними Поссорился Почему Не поехал Потому что Поссорил Тут с кем-то Кто-то Поссорился Он не приехал Он не стал Мэром Антеевки Людей Которые Туда Скинулись Деньги В конфликте С Коломойским Коломойский Не может Достучаться До еврейских Лоббистов Которые Говорят Что ты обидел Ну Уважаемых Людей И еще Мы не знаем Что такое Антеевка Но говорят Но там говорят Что ты антисемит Бене Блин Ну вот Такое Ну послушайте С одной стороны Все как у людей С другой стороны Как-то не по-человечески Это Все Ну вот так Все происходит И послушайте Дело в том Что в принципе Украинскую политику Можно вот Рассказать Вот в мозаике Вот таких Она же вся состоит Из вот таких Историй Это Гончару Который мечтает Стать президентом Украины И понимает Что он Президентом Украины Может Некое критическое Он уже об этом заявил Нет То есть он Президента подсиживает Вот на секундочку Он не подсиживает Но он понимает Что если какая-то Будет критическая Ситуация В стране То запад на него Сделает ставку А значит Из этого Что следует Надо приближать Критическую ситуацию Своими реформами Но есть Ну подождите Они же все Милованов же рассказывал Что он знаток Теории игр Да Вот Все же Очень Подождите Все очень просто Ну зачем Такие сложности Какие-то Вот Это такой радостный Практически Ну Получай У нас весело Да У нас Послушайте Вот знаете Что Это Мы Веселая Африканская Страна Расположенная В Восточной Европе И заселенная Белым Славянским Населением Ну Слушайте Главное Веселое Главное Веселое И собственно Говоря Ведь Так сказать Мы получаем Вот заметьте Вот вы хотите Что-то Вот Что будет Будущее Хорошее В постмодерне Как такового Будущего Нет Мы весело Мы весело Переживаем Наше Настоящее Но это Кстати тоже Неплохо Если весело Настоящее Переживаем Три ключевых Три ключевых слова И дело в том Что я для себя Вот просто С этим Как-то Я Постигая Дзен Постмодерна Понял Что будущее Это то время Когда меня Уже не будет Поэтому Мне на нем А пока я есть Это настоящее И в общем-то Все нормально И в общем-то Все нормально Дмитрий Спасибо вам Макро Вам спасибо Очень рады Были вас видеть Спасибо большое Дмитрий Джанкеров Был у нас В студии Очень рады Были видеть его А вы оставайтесь С нами Продолжаем прямые эфиры На Укра-Лайф-ТВ Спасибо